Библейский портал экзегет.ру представляет То, что должно было быть уничтожено, предано заклятию, как называет этот библейский текст, оставил себе некоторое ценное имущество. И как только этого Ахана уничтожили вместе с имуществом, соответственно, все должно измениться. Что произойдет дальше? Господь сказал Иисусу, не страшись, не бойся, иди со всем войском в поход на Ай. Я даю в твои руки Айского царя, его народ, город и всю его страну. Поступите с Айем и его царем так же, как с Ерехоном и его царем, но добычу из скот возьмите себе. Устрой засаду рядом с Айем по ту сторону города. Ну вот, понятно, да, то есть, избавившись от того, что просто на войне добыто как трофей, как добыча для собственного обогащения, израильтяне могут снова стать инструментом в руках Бога. Иисус со всем войском выступил в поход на Ай. Отобрав 30 тысяч лучших воинов, он ночью послал их вперед с таким приказом. «Устройте засаду по ту сторону города, не слишком далеко от него, и будьте все наготове. А я со всем войском подойду к городу. Когда его жители, как и в прошлый раз, будут сразиться с нами, мы обратимся в бегство». Ну, то есть, это уже было в предыдущей главе, да? «Они погонятся за нами, и так мы уведем их от города. Они подумают, что мы убегаем от них, как в прошлый раз. Мы побежим, а вы выходите из засады и вступайте в город. Господь, ваш Бог, отдаст его в ваши руки. Когда захватите город, сожгите его и сделайте, что вам велел Господь. Таков мой приказ всем». Ну, то есть, понятно, да, притворным отступлением выманить врага и захватить его город. Иисус велел им выступать. Они пошли и устроили засаду между Бетелем и Аем к западу от Ая. Иисус остался ночевать с остальными. А рано утром, собрав все войско, вместе со старейшинами Израиля, повел его на Ай. Воины во главе с Иисусом подошли к городу и встали лагерем к северу от него. От города их отделяла долина. Около пяти тысяч человек Иисус разместил в засаде между Бетелем и Аем к западу от города. Войско располагалось так. Основные силы к северу от города, а один отряд к западу. Такой очень подробный рассказ. Причем, смотрите, вот повествование настойчиво подчеркивает, что израильтяне завоевывают не сами, а исключительно Господь действует через них. Но одновременно они не обеспечены. Одновременно тут подробное описание какой-то военной тактики. Ночью Иисус спустился в долину. Царь Ая увидел это. И наутро воины Ая спешно выступили из города на бой с израильтянами. Вместе со всем своим войском царь двинулся, как и было задумано, в сторону Иорданской долины. Не знал он, что по другую сторону от города была засада. Иисус и все израильтяне притворились, что разбиты и бросились бежать в пустыню. Всех жителей Ая позвали присоединиться к погоне, и, преследуя Иисуса, они далеко отошли от города. Ни одного мужчины не осталось ни в Ае, ни в Бетеле. Все бросились преследовать израильтян, оставили город открытым и устремились в погоню за израильтянами. Тогда Господь сказал Иисусу, протяни свой меч в сторону Ая, я отдаю этот город в твои руки. Иисус протянул свой меч в сторону Ая, и тут же его воины вышли из засады. Они ворвались в город, овладели им и немедленно подожгли. Обернулись воины Ая и видят, горит их город, дым поднимается к небу. И детства им было некуда, потому что израильтяне, бежавшие по пустыне, тут же повернули назад и бросились на своих преследователей. Ну вот, как это и предполагалось, тут, наверное, долго комментировать не нужно. Когда Иисус и израильтяне увидели, что сидевшие в засаде захватили город, что над городом поднимается дым, они тут же повернули назад и напали на воинов Ая. А другой отряд устремился на воинов Ая со стороны города. Так израильтяне окружили своих врагов и перебили их. Никто не уцелел, никто не смог убежать. Лишь айского царя взяли живым и привели к Иисусу. Ну, действительно, самое скучное в книге Иисуса Новина – это как раз описание войны. И можно порадоваться, что оно занимает относительно немного места. После того, как все войско Ая, гнавшееся за израильтянами, было уничтожено в пустыне, истреблено мечом до последнего человека, израильтяне вернулись в город и перебили мечом всех, кто там оставался. Всего в тот день были убиты 12 тысяч человек, мужчины и женщины, и все, кто жил в Ая. Иисус не отпускал простертого меча до тех пор, пока не истребил, придав заклятию всех, кто жил в Ая. Скот и добычу из этого города израильтяне взяли себе, так велел Иисусу Господь. А город Иисус сжег, навеки превратил его в безлюдный холм. Таков ай и по сей день. Ну, вот как раз та же история, что в Иерихоне. Город предан заклятию, то есть его жители полностью истребляют. Более того, было даже некоторое такое публичное действие. Айского царя Иисус повесил на столбе. Тело царя висело на столбе до вечера. На закате Иисус велел снять его и бросить перед городскими воротами. Сверху накидали огромную груду камней. Она и по сей день там. Почему все это так страшно? Давайте чуть дальше. В ту пору Иисус воздвиг на горе Гевал жертвенник Господу, Богу Израиля. Как появлялся нам Израилем Моисей, раб Господа. И как написано в свитке закона Моисея. Жертвенник из необработанных камней, камней которых не касалось железное орудие. Как и при переходе через Оордан, берут просто камни и никак не обрабатывая их, ставят как памятник этого перехода. На этом жертвеннике израильтяне принесли Господу жертву всесожжения и закололи пиршественные жертвы. Но об этом подробно было в пяти книжах, особенно в книге Левит. Это два вида жертв. Всесожжение целиком Богу, а пиршественное это повод для веселья, для трапеза. Затем Иисус в присутствии всех сынов Израилевых переписал на камни закон Моисея. Закон, который был написан Моисеем. Все израильтяне вместе со всеми старейшинами, старостами и судьями стояли по сторонам Ковчега перед священниками-левитами, что носит Ковчег договора с Господом. Вместе стояли и коренные израильтяне, присоединившиеся к ним переселенцы. Половина народа со стороны горы Горизим, половина со стороны горы Гевал. Именно так Моисей, раб Господа, некогда повелел благословлять народ Израиля. То есть, часть произносит благословение, часть проклятие. После этого Иисус прочел вслух все, что было написано в законе, и благословение, и проклятие, записанное в свитке закона. Не пропустив ни единого слова, Иисус прочел все общения Израиля, включая женщин, детей и переселенцев, которые присоединились к общине. Все, что заповедовал Моисей. То есть, смотрите, победный ритуал, парад победы, который проводится после взятия Айя, это парад торжества закона. То есть, это действительно победа единобожия над язычеством в те времена, когда эта победа, очевидно, была немыслом и без поголовной резни всех тех, кто проиграл. Поголовная резня – это было не изобретение израильтян, они это заимствовали, собственно говоря, из жизни всех окрестных народов. Что они принесли нового? То, что это не просто их торжество над этим народом, не просто их способ захватить их территорию, но это способ утвердить закон, утвердить веру в единого Бога. По тем временам нормальная, по нашим временам очень жестокая война. Но она далеко не окончилась, в 9 главе мы еще, конечно, увидим ее продолжение. Продолжение следует...